В 1952 году. Эта книга называлась «Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблении разума». И в этой книге он как раз и обобщает все те идеи, которые созрели у него во время Второй мировой войны, когда он жил в Лондоне, и которые получат дальнейшее развитие на протяжении 60-х, 70-х и 80-х годов. Но стентизм в этой книге Хайк понимает как попытку некритического перенесения образа мышления ученых, занимающихся естественными науками, в науке о человеческой деятельности. Когда человеческий выбор, спонтанные порядки, рынок и другие вещи рассматриваются как устаревшие, как несоответствующие уровню знания современного человека и современным технологиям. И эти архаичные методы конкуренции, свободного рынка, банкротства и создания новых компаний должны быть заменены организацией, должны быть заменены планированием. И вера в эти вещи, вера в то, что человеческий разум способен охватить тот порядок, который он не создавал и породила стентизм. По сути дела, одна из ключевых идей Хайка состоит в том, что не разум себя породил, а эволюционный процесс, в том числе и процесс отбора тех институтов, которые были не результатом человеческого замысла, не результатом плана, а возникли в результате процесса проб и ошибок. Один из ключевых принципов, который следует, собственно, из критического отношения к стентизму, состоит в том, что мы всегда ограничены в отношении познания универсальных законов. И если мы претендуем на то, чтобы заменить порядок, который не мы создавали, порядком, который создал наш разум, то мы переоцениваем свои возможности. В своей итоговой книге Хайк назвал это пагубной самонадеянностью. И это, несомненно, претензия знания. И Григорий Баженов, я думаю, в следующем докладе как раз об этом расскажет. На этой картине «Тайная вечеря», знаменитая картина Леонардо да Винчи. И это, конечно же, некая карикатура, но она говорит о том, как опасно заменить веру, заменить традицию, заменить спонтанно возникающие в результате проб и ошибок правила на другую веру. Веру в экспертов, ученых, социальных инженеров, которые за нас спланируют, каким должен быть город, как бороться с экологическими проблемами, какой должна быть пенсионная система, и какие должны быть дороги, и можно ли ездить в городах, и многие-многие другие вещи, включая то, как мы должны есть, и как мы должны заниматься или не заниматься сексом. Вера в экспертов, особенно на уровне государства, это, конечно же, и есть карикатура на настоящую науку. Это сциентизм. То есть, иначе говоря, когда ученый претендует на все видение, он перестает быть настоящим ученым. И если Эйнштейн себя провозглашает Богом, мы должны понять, что в этот момент времени он перестал быть Эйнштейном. Любой ученый, компетентный в своей области, но начинающий навязывать свои принципы в той области, в которой он некомпетентен, перестает быть ученым. Какие бы у него ни были степени, звания, награды, в этот момент он выходит за границы своей компетентности. Существует достаточно распространенная традиция исследователей австрийско-экономической школы разделять эту школу на два направления. В своей знаменитой диссертации Григорий Баженов делит эти две школы на условных хаикианцев и мезосианцев. С одной стороны, хаикианцы опираются на эмпирическое знание, на опыт, на эксперимент, где не отрицается тот факт, что экономическая наука развивается так же, как и другие науки экспериментальным путем, где нет априорного знания. Другой подход, условно-догматический, несовместимый с духом настоящей науки, идет от априоризма. Как известно, Мизос говорил о том, что экономическая теория характеризуется априорностью, то есть ее выводы универсальны вне зависимости от любого эмпирического опыта, потому что проксиология и экономическая теория основываются на утверждении о человеческой деятельности, и из этого логическим путем выводится все то, что и называется экономической теорией. В этом смысле довольно часто встречается позиция, что, скажем, Мезосеансы, а дальше Роберт, Хоппе и так далее, это априористы. Они просто верят, например, в НАП, они верят в какие-то другие вещи. Это не то, что называется настоящей наукой. Как известно, Хайк написал в 1937 году книгу, которая называлась Economics and Knowledge, экономическая теория и знания. В этой книге он показывает, что знание порождается на рынке в процессе деятельности, и никто не может это знание никаким образом собрать. Любой рынок основан на опыте, его невозможно вывести из головы. Он отправил эту статью Мизосу и был убежден, что Мизос должен ее раскритиковать, потому что она противоречила априорным идеям Мизоса. Но он был удивлен, о чем сам писал, когда уже Мизоса не стало, что Мизос не только согласился с этой статьей, но и посчитал ее выводы в высшей степени адекватными. Есть ли противоречия между этими вещами? Мы должны признать, что Хайк много где, в частности, в своем обзоре человеческой деятельности Мизоса, писал о том, что он не разделяет априорный взгляд на природу экономической теории. Что его теория рыночных процессов, его теория капитала, процента, то, за что он получил Нобелевскую премию, она основана на некоторых иных принципах, не априорных. И, казалось бы, мы могли бы очень удобно сказать Мизос догматик, Хайк учен. Но в этом случае возникает проблема, связанная с тем, как Хайк, будучи сторонником эмпирического знания, относился к сциентизму, то есть как раз-таки к перенесению методов естественных наук, в том числе экспериментирования, перенеческих методов, на экономическую теорию. Как выглядит чистая логика сциентизма? Есть наиболее совершенная наука. И этой наукой является физика. Мы должны на нее ориентироваться. Если вы занимаетесь языками, если вы занимаетесь политикой, если вы занимаетесь экономикой, вы должны соответствовать тем же методологическим принципам. Второй пункт является очень важным для того, чтобы дальше сциентизм приводил к некоторым утверждениям. Нет принципиального отличия между объектами физиками и социальными науками. Человеческая деятельность может быть описана в тех же самых ферминах, что и поведение объектов в естественных науках. Поэтому представители естественных наук более компетентны в социальных науках, чем представители социальных наук. Это, конечно, некоторая версия такого взгляда, но мы увидим с вами, что это действительно и был, и остается довольно распространенный взгляд на природу социальных наук. Те, кто не признают верность пунктов 1 и 3, не являются учеными, занимаются псевдонаукой. Их должны заменить социальные инженеры, которые будут давать точные прогнозы и создавать модели для оптимального регулирования экономики, социума, демографии и так далее. Политика же должна быть следствием применения методов естественных наук в науках о человеческой деятельности. Если вы думаете, что эти пункты я условно сконструировал, вы увидите, что это не так. Да, очень многие очень популярные сейчас авторы, ученые, уже в кавычках или нет, мы узнаем позже, примерно так и мыслят. Как выглядит книга, о которой, собственно говоря, я и хотел бы сегодня вам кратко рассказать. Контрреволюция науки, этюды о злоупотреблении разумом, это, в общем, незавершенный проект. Это проект, показывающий то, каким образом был заменен принцип эволюционного рационализма на конструктивистский. Когда признание принципа рациональности переносится на создание, в том числе, и правил самого функционирования общества. Этому процессу Хаек противопоставлял рационализм, но эволюционный. Где всегда за пределами разума оказывается опыт, который может опровергнуть наше знание. Книга делится на три части. Первая часть это сцентизм и изучение общества. Здесь, по сути дела, Хаек описывает то, чем отличается метод наука человеческой деятельности от так называемого коллективистского подхода сцентистов. И делает выводы о том, на чем основывается та или иная политика социализма и интервенционизма. А вторая часть читается фактически как детектив, где рассказывается о зарождении этого движения во Франции благодаря таким известным философам, как Сен-Симон и Конт. В Эколь Политехник сейчас можно тоже найти много учебных заведений, которые могут быть охарактеризованы как рассадник сцентистской гордыни. Как называл Эколь Политехник Фридрих фон Хаек. Соответственно, это очень поучительная история. То, каким образом человек приходит вот этим убеждением, что нужно полностью реконструировать науку, включая политическую сферу. Ну и третья часть, это скорее такой аппендикс, это приложение, где Хаек доказывает, что два противоположных направления, метафизическое, условно говоря, наиболее ярко представленное Гегелем, и позитивистское, идущее от Конта, по сути дела одинаково повинны в том, что произошло в 1939 году, когда Хаек писал письмо Махлуку. С чего я начал сегодняшний доклад. Вот, если упрощать, четыре блока, из которых состоит аргументация Хаека. Да, надо сказать, что вот эту книгу достаточно тяжело где бы то ни было достать. То есть, если многие другие книги есть в продаже Хаека, то вот эта книга была издана в 2003 году и с тех пор не переиздавалась. Ее, по-моему, даже и на Алибе сейчас не купить. Но, тем не менее, можно найти не очень хорошую, но электронную версию в сети. Это я к тому говорю, что если от вас зависит возможность переиздания этой книги, это стоит сделать. Итак, как выглядит аргументация Хаека? Перенесение методов, не критическое перенесение методов естественных наук в науки о человеческой деятельности, это сцентизм. Сцентизм порождает так называемый методологический холизм. В естественных науках мы должны начинать с анализа, с разделения того объекта, который мы изучаем. Специфика наука человеческой деятельности, что первичные атомы нам непосредственно известны. Это наши цели, средства, ценности и прочие вещи, которые оказывают влияние на наш выбор. Следовательно, мы можем начинать как раз-таки экономическую теорию с вот этих фактов социальных наук. Наши верования и убеждения – это факты социальных наук. Скажем, если бы историк, пытаясь быть объективным, игнорировал факт влияния религиозных верований на историю, то он бы мог мыслить, условно говоря, как представитель естественных наук, ведь это же для него заблуждение. Но, по всей видимости, он бы не описал верную историю, если бы он игнорировал факт верований, убеждений и остальных вещей. Так вот, экономическая теория – это, по сути дела, и есть та область знания, которая показывает, каким образом никем не планируемый порядок порождается при взаимодействии людей, которые имеют совершенно разные цели. Тем не менее, противоположный подход – это подход с позиции целого. Общество, нация, государство, класс, общее благо, справедливость – большие существительные, которые становятся нашими диктаторами, которым мы подчиняемся, которые заменяют наш подход с позиции атомистического выстраивания нашей конструкции. Потому что любое объяснение целого по Хайку должно начинаться с человеческой деятельности, и без нее совершенно невозможно все объяснить. У этого целого есть какие-то законы. Общество развивается как организм. В свое время доходили до того, что спорили, где в этом организме клетки, где мозг, где желудок, и что вообще соответствует этим органам в обществе. Этот такой натурализм ни к чему хорошему не приводил. Из холизма следует определенный историцизм. Представление о том, что одни, например, общественно-экономические формации умирают, на смену им приходят другие, этап субъективного духа заменяется объективным или абсолютным, или этап хаотичного функционирования рыночной экономики заменяется смешанной экономикой и социальным государством. Когда Хайек в 1923 году поехал в США, он был удивлен, как Уильям Стэнли Минчелл и другие экономисты американские, по сути дела, были пробитаны идеями историцизма. Они были убеждены, что прогрессивная эра – это и есть логическое развитие истории. Целое развивается по своим законам. Ученые подобны мистикам. Они знают смысл истории и оглашают его, и реализовывают его, и дают советы политикам, а политики реализуют эту идеологию. Как, в частности, Вудровиц, который был и интеллектуалом, и президентом США. Из историцизма вытекает следующий принцип, который Менгер в своем трактате «Изследование о методах социальных наук и политической экономии в особенности» называл прагматизмом. Когда пытаются не понять то, как возникает социальный порядок, когда пытаются не понять, как функционирует такой институт, как деньги, а когда пытаются начать, что называется, с конца. Какова прагматическая составляющая невозможных изменений. В частности, так называемая немецкая историческая школа, по сути дела, создавалась для того, чтобы быть, как говорил Дегуар Аймон, интеллектуальными телохранителями дома Гогенцолерна. То есть задача этих ученых состоит в том, чтобы служить в конечном итоге придворными философами. И тогда действительно ученые перестают быть настоящим ученым, потому что ученый, конечно же, всегда должен сохранять принцип относительного знания, который у него есть, или скепсис в отношении своих в том числе методов, особенно перенесенных в ту область, в которой он не осведомлен. Но это происходит достаточно редко, потому что эксперты – это хороший статус и иногда неплохие перспективы. И человек может прикрываться статусом науки для того, чтобы, по сути дела, проповедовать те виды политики, которые будут разрушительными. Что делает настоящий ученый? Он говорит, английские ученые доказали. Что вы должны при этом чувствовать, когда вам сказали, что наука доказала, или английские ученые измерили? Вы должны чувствовать свою неполноценность. Вы должны осознавать, что есть человек, стоящий выше вас в интеллектуальном отношении, а вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. И реализовывать эти правильные градостроительные идеи, правильные планы переустройства общества и так далее. Ученый знает правильный метод, ученый знает будущее. Но на самом деле ученые достаточно часто ошибаются в предсказании будущего. Мы знаем, что тот же самый Эйнштейн за несколько лет до изобретения ядерного оружия сказал, что это никогда не будет сделано. Вот примеры неверных прогнозов очень уважаемых в свое время экспертов. А некоторые до сих пор продолжают быть уважаемыми. В экономике таких экспертов просто прут-прути. Никто не собирает коллекцию заблуждений экономистов. Если вы возьмете экономистов, которые вещают на первых каналах или известных блогерах, и запишите все их предсказания, которые не сбылись, вам не захочется слушать их прогнозы в будущем. Но люди никогда не запоминают несбывшиеся прогнозы. Если какой-то один политолог предскажет что-то один раз из ста, то все будут говорить, что он предсказал вот это. И никто не будет вспоминать, что он не предсказал огромное количество других вещей. Давайте приведем примеры. В 1970-е годы был такой очень известный ученый, политический активист Пол Эррих. Он написал книгу «Демографическая бомба». Это движение, по сути дела, было близко к движению так называемого Римского клуба, который предсказывал, что человечество уничтожит землю к началу 21 века. Мы размножаемся колоссальными темпами. Мы загрязняем нашу землю. Наше стремление к прибыли, наше стремление к удовольствию разрушает нашу землю. Нас ждет ужас. Мы будем голодать. Мы будем умирать. Посмотрите, какие он делал прогнозы. В 70-е годы 300 миллионов человек умрут от голода и вырастет уровень смертности. Такой прогноз делал Пол Эррих. Этот прогноз не сбылся. Что происходит дальше с его не сбывшими прогнозами, скажу чуть позже. В Нью-Йорке, предсказывал он, в 2000 году будет голод и разруха. На основе вот этих всех апокалиптических прогнозов, связанных с демографией. В 2000 году Англия перестанет существовать, полагал Пол Эррих. Если бы я был игроком, то я бы побился об заклад, что Англия перестанет существовать. Есть такой замечательный, точнее был один такой замечательный исследователь, Джулиан Саймон. Он написал книгу «Несчерпаемый ресурс». По-моему, она сейчас даже есть в продаже. Он, слушая все эти бредни, все пытался как-то сделать, чтобы они остановились, эти предсказания. Он сказал, давайте мы поспорим на деньги. 10 тысяч долларов. Если вы выбираете любые 10 товаров, если за эти 10 лет, так как вы говорите, что мир характеризуется исчерпаемостью ресурсов, огромными проблемами, связанными с исчерпаемостью нефти, газа и так далее, выберите любые 10 ресурсов, и если через 10 лет цена на них будет в реальном выражении больше, чем сейчас, я отдаю вам 10 тысяч. Но если меньше, то вы мне. Понятно, какая здесь логика спора? Эрлих сказал, ну что ж, легкие деньги всегда приятно получать. И он проиграл эти 10 тысяч. Джулиан Саймон сказал в начале 90-х, давайте еще раз поспорим. Но Пол Эрлих отказался от этого спора. Когда в 2015 году он давал интервью, его спрашивали, так получается, что ваши прогнозы очень апокалиптичными были. Вам не кажется? На что Эрлих отвечает, нет, мне не кажется. Мои прогнозы с 70-х годов были гораздо менее апокалиптичны, чем мои прогнозы сейчас. Так, мои прогнозы не спылись, но я вам такие сейчас прогнозы дам, что рядом с моими прогнозами нынешними, прошлыми просто, позеленеют от зависти. В 70-е годы появились первые признаки, считал Эрлих, наступающие эпохи дефицита. Одновременно происходит более трезвое понимание предыдущего средневековья. Средневековье в смысле потребления. Мы будем умирать примерно так, как в средние века. Вот прогнозы на уже более уважаемых людей. Уильям Стэлли Джеванс, один из родоначальников экономической науки маржинализма, в 1865 году предсказывал, что прекратится рост английской промышленности, так как будут исчерпаны запасы угля. В 1885-1891 годах был сделан прогноз о том, что будут исчерпаны запасы в США нефти. Когда сейчас говорят о том, что какой-то ресурс будет исчерпан в ближайшие годы, не забывайте о том, что первые такие прогнозы появились в конце 19-го века. Но Эрлих полагал, что все равно борьба с экономическим ростом, борьба с рождаемостью, он считал, что нужно бороться с рождаемостью, в том числе и принудительными мерами. Он даже разработал таблицу, где были перечислены страны, Тунис, Египет, Индия, Пакистан, где было напротив написано, не имеет смысла кормить. А другие, не имеет смысла кормить. Третьи, ходячий труп, непонятно, надо подумать. Вот эксперт таким образом решал проблемы перегрева экономики, демографии. И остановилось слишком много, надо что с этим делать. Дать сегодня обществу источник изобильной дешевой дырки, полагал Пол Эрлих, это то же самое, что дать пулемет умственно отсталому ребенку. То есть как относится к нам с вами вот этот уважаемый эксперт? Мы с вами дети, но еще не просто дети, но умственно отсталые дети. И мы не заслуживаем того, чтобы нам дали более дешевый источник энергии. Вы чувствуете вот это отношение с циентистской гордыней, хотя же это все псевдонаука, к науке это все имеет очень и очень отдаленное отношение. Но риторика, наукообразность, она очень важна. Возвращаясь к Хареку и Мизусу, к этому спору, кто из них был настоящим представителем науки? Я здесь процитирую как раз-таки Харека в книге «Контрреволюция науки». Он пишет следующее. «Наверное, не будет преувеличением, если мы скажем, что на протяжении последних ста лет каждое серьезное открытие в экономической теории было шагом вперед в последовательном приложении субъективизма». Дальше он пишет про Мизуса, это очень важно. Возможно, наиболее последовательным в этом был Людвиг фон Мизус. И я считаю, что в большинстве своем, особенности его воззрений, поначалу поражающие многих читателей своей странностью и кажущиеся неприемлемыми, могут быть объяснены тем, что в последовательной приверженности к субъективистскому подходу он намного опередил своих современников. Возможно, все характерные черты его теории, начиная от теории денег, трудно поверить, что она была создана в 1912 году, и кончая тем, что он сам назвал своим априоризмом, его воззрение на математическую экономику вообще и на измерение экономических явлений в частности, как и его критика планирования прямо, хотя, может быть, и не всегда с одинаковой неизвестностью, вытекает из этого центрального положения. Смотрите, Human Action и так далее. То есть, Хайек полагал, что все свойства экономической теории, которые содержатся в национальной экономии Низеса, есть следствие применения метода субъективизма, который сам же Хайек и применял в своих теориях рыночного процесса. По сути дела, неужели Хайек, когда он писал о рассеянном знании, предлагал эмпирически проверить эту гипотезу? А давайте проверим, сколько в килокалориях знаний распределяется в экономике. И в чем мы их будем считать? Если вы возьмете труды Хайека о рыночном процессе, они, в принципе, как и любое экономико-теоретическое знание, претендует на то, чтобы быть полученным неким продуктивным путем. То есть, он также предлагает нам, если угодно, такие метатеории. И если вы вспомните последнюю книгу Хайек, он там так и говорит, что экономические теории – это метатеория, с помощью которой мы можем понять, как люди, формируя свою теорию в голове о том, чего они хотят достичь, достигают социального порядка. Итак, я полагаю, что, по сути дела, это все две стороны одной медали. И то, что называется априоризмом у Мизеса, и это, кстати, следует из цитаты Хайека, это то же самое, что и субъективизм Хайека. И в этом смысле разрывы между настоящими учеными, которые используют эмпирический метод, хайкеанцами и так далее, и сторонниками Мизеса, которые используют метод, априорно не существует, потому что то и другое – это просто различные свойства экономической теории, которые всегда исходят из факта человеческой деятельности и предпочтений, которые у нас есть субъективный характер. Субъективизм, здесь надо не путать субъективизм с произволом в науке. Хайек не говорил, что давайте будет каждый нести что угодно. Нет, он говорил о том, что если мы хотим создать корректную теорию человеческой деятельности социального порядка, нам нужно исходить из того, что издержки, полезность и все остальные вещи являются субъективными. Субъективизм – это основа для формирования корректной теории. Тем не менее, складывается такое впечатление, что на основе идеи фальсификации, в частности, на основе идеи Карла Поппера, мы можем и должны разделить экономическую теорию на настоящую, которые используют математические методы, которые используют эксперименты, которые пытаются подражать естественным наукам от таких вот псевдонаучных методов. Если вы откроете очень знаменитую книгу Марка Блауга «Методология экономической науки», вы увидите, во-первых, то, что он совершенно четко стоит на позициях фальсификационизма, и он пишет о том, что он согласен с Мэльсоном, когда тот оценивает идеи Мизеса как те, которые заставляют его дрожать за репутацию своей науки. Недопустимо писать и мыслить как Мизес. Что мы знаем о Поппере и о Хаеке? Это имеет отношение к этой книге, потому что, по сути дела, в каком-то смысле развития этих идей. Они были друзьями, они повлияли очень сильно друг на друга. В 1935 году в Лондонской школе экономики на семинаре Хаека делал доклад Поппер по теме, которая в дальнейшем была источником книги про историцизм. То же самое мы можем сказать и о влиянии книги Поппера на Хаеке. Он признается в своем интервью у Джеймса Бьюкинена, что книга Карла Поппера «Логика научного исследования» оказала на него очень сильное воздействие. То есть фактически он считает, что с помощью этой книги можно отсечь такие действительно ненаучные направления, как марксизм и психоанализ. Но при этом он говорит о том, что экономическая теория не имеет дела с физическими фактами, она имеет дело с суждениями людей. Поэтому это некая мета-теория, основанная как раз на этом подходе. И мы видим с вами, что и Ди и Хаек оказали влияние на Поппера. Они были знакомы, между прочим, фотография с общества Вон Пелерен, где вы можете видеть и Мизеса, и Поппера на одной фотографии. А Блаук бы между ними сделал такую черту и разорвал их. Знаете, как вот некоторые эмоционально отрывают прошлое, и вот остается одна часть. Вот Блаук оставил бы Поппера, а Мизеса бы на этой фотографии в рамочке не осталось бы. Вот, очень советую вам найти в интернете это интервью, потому что оно показывает то, каким образом идеи Поппера могут быть развиты, если угодно, внутри автористской школы. То есть, иначе говоря, теория рыночного процесса, это в каком-то смысле применение принципа фальсификации к нашему опыту. То есть, иначе говоря, рыночный процесс, это процесс фальсификации нашей гипотезы в отношении того, насколько жизнеспособны наши методы. Если они не работают, мы их отсекаем. Вот, например, что Хаек пишет о Поппере в «Контрреволюции науки». Имение рассматривается как средство разделения этих двух ученых, которые были, по сути дела, видимо, гораздо ближе к труду. Что фактически является главным предметом нападок сцентинстов? Вот эти самые социальные науки, которые не являются, с одной стороны, естественными науками, потому что они не оперируют физическими понятиями. С другой стороны, это не психология. Но о чем мечтают как раз-таки вот эти конструктивисты и сцентинсты? Они мечтают заменить социальные науки вот этими двумя разделами. Происходит в результате этого разрушения социального порядка. Хаек очень интересно описывает историю сцентинсты, начиная с экстравагантного графа Анрида Сансиона, который, как известно, каждое утро требовал, чтобы его слуга будил словами «Просыпайтесь, граф, вас ждут великие дела». Этот человек действительно много где попробовал себя, занимался спекуляциями, занимался политикой, и даже одно время пытался продать свинец на крыше Парижа, собора Парижской Богоматери. То есть энергия была очень кипучая, но в какой-то момент, в 38 лет, он понял, что он готов к тому, чтобы реконструировать науку на новых принципах, полностью ее изменить. Он поселился напротив Парижского университета и стал зазывать к себе ученых. В частности, Лагранжо и других. Он угощал их гном, вел с ними научные беседы, правда, засыпал после этого. Но если вы посмотрите на содержание идеи Сансимона, они почти что совпадают с тем, что в дальнейшем было реализовано Владимиром Ильичем Лениным, о единой фабрике и так далее. Я здесь лишь отмечу, из-за ограниченности времени, мне уже показывают, что эта логика описана у Хайка очень подробно и основательно. Позитивизм Сансимона и Конта порождает Джона Стюарта Миля, не без влияния его уважаемой супруги, которая повлияла на взгляды Джона Стюарта Миля, Прудон, Маркс и Ленин. На самом деле можно увидеть связь между вот этой безумной политикой и первоначальными идеями, которые содержались в позитивизме. Но сейчас, не углубляясь в специфику взглядов прошлого, я бы хотел продлить это все до сегодняшнего дня. Сцентизм никуда не исчез. Попытка заменить науки о человеческой деятельности на точные науки с графиками, формулами, греческими буквами и со всем остальным. Смотрите, как у Сумуэльсона все красиво на фоне, да? Он такой гуру, который вещает нам о том, каким образом должен быть устроен мир. Так вот, эту линию я бы продлил через Миля, Маршала, Пигу, Сумуэльсона, в том числе до Ричарда Таллера, который написал знаменитую книгу «Новая поведенческая экономика». Это тоже ветвь социентизма. И вот, в доказательство того, что я говорю не просто о выдуманном противнике, я процитирую очень известного автора Харари, может быть, вы видели во всех книжных магазинах, это книга «Хомо Сапи». Но политическая система пытается замести неприятные истины под ковер. А дальше риторический вопрос. Но как долго продержится осыпающаяся стена, которой мы отгородили департамент биологии от департамента законов, это, видимо, правый наш перевод российский, видимо, здесь было «ло», и политических наук. Видите, раздражает автора Харари, так же, как Сэн Симона, когда же, наконец, мы будем строить нашу политику, создавать законы на основе того, что будем осуждать действия гормонов, генов и синапсов. Синапси. Синапс. Вот как правильно произнести, как можно в числе. Синапс. Синапс, да? Окей. Соответственно, и наказывать будем, и все остальные вещи применять в отношении этих факторов. Это, понятно, один из примеров, но я здесь хотел показать, что вот эта идея, идея замены наук о политике, социального порядка, биологическими науками или психологией, она продолжает здравствовать. И эта линия сейчас очень активно развивается, в том числе во всех ведущих университетах. Я бы представил себе современный антикапитализм, как, с одной стороны, содержащий в себе идеи так называемых гуманитарных факультетов, где, с одной стороны, капитализм относится с позиции ортодоксального марксизма, с некоторыми переменами, и постмодернизма. Это то, чему учат на гуманитарных факультетах. И есть, условно говоря, экономические факультеты, где людей учат сцентризму и эдотизму. То есть вот этот неявный альянс между замечательным субъектом слева и замечательным субъектом справа, это Жижик, это Крупман, вряд ли они знают о существовании друг друга, но оба они совершают примерно одну и ту же деятельность. По сути дела, они сохраняют мир, в котором антикапиталистическая ментальность порождает новые кризисы, новые риски. Поэтому то, о чем говорил Харик в письме Маплупу в 1939 году, может повториться. Если мы не будем учитывать опыт и не будем читать замечательные книжки, такие, как «Контрреволюция науки», альтернатива есть. И вот две из них. АПЛОДИСМЕНТЫ Работу! АПЛОДИСМЕНТЫ А, у меня...